Гоголь. Один из самых загадочных классиков русскоязычной литературы. Автор мистических триллеров и социальной сатиры. Первый, кто еще до Достоевского заговорил о проблемах маленького человека и первый, кто воспел украинский быт. Его жизнь была необычна, как и его произведения. Этот ипохондрик, меланхолик и любитель макарон умудрялся всех друзей доставать жалобами на свои несуществующие болезни. А больше всего он боялся быть похороненным заживо. Еще со школы мы знаем несколько портретов Гоголя. От быстрых скетчей Пушкина до живописных работ Моллера. Но у Гоголя было то, что мог позволить себе далеко не каждый человек середины девятнадцатого века. Фотография. Вот она. Это Гоголь в Риме, в окружении художников. Посмотрите внимательно. Это не абстрактный образ картины, приукрашенный взглядом живописца, а настоящий живой человек. Еще больше эмоций возникает, если осознать, что фотография сделана почти двести лет назад. В жизни и творчестве Николай Гоголь прошел витиеватый путь. Со временем вокруг его личности появилось немало мифов, и надо сказать, что сам писатель тоже приложил к этому руку. Например, Гоголь любил, так сказать, приукрасить серую действительность. Переписки с друзьями иногда описывал путешествия, в которых никогда не бывал. Пока другие писатели эпохи романтизма стремились излить душу и как можно подробнее рассказать о себе и своих взглядах на мир, Николай Васильевич предпочитал скрывать себя настоящего. Однако сегодня я постараюсь отделить реальность от вымысла и показать Гоголя не как застывшую фигуру великого классика из учебника литературы, а как живого человека. Как он жил и в какой реальности создавал свои произведения. Это «Черный кабинет» и добро пожаловать! Несколько лет назад я столкнулся с трудностями, с которыми мне помог справиться профессиональный психотерапевт. Чувство апатии, непонимание себя, перепады настроения. И поэтому я знаю, что практика обращения к таким специалистам безусловно важна и чрезвычайно полезна. К сожалению, с конца февраля наша жизнь чрезвычайно сильно изменилась и адаптироваться к новым реалиям крайне сложно. Побороть страх и справиться со всем стрессом и ужасом, что свалились на нас. Задача не из простых. Но благо, сейчас у нас есть такой сервис, как Ясно. Первый самый крупный в России сервис подбора видеоконсультаций с психологами. Сейчас на платформе 2000 тщательно отобранных психотерапевтов и 80000 активных клиентов. Дело в том, что каждый специалист сервиса проходит личное собеседование, подтверждает образование, предоставляет рекомендации и проходит только меньше 20% психотерапевтов, потому что требования к образованию и опыту очень высокие. Специалисты подбираются индивидуально под запрос клиента на основании заполненной анкеты. При необходимости подобрать психолога помогут специалисты службы поддержки, которые также имеют психологическое образование. Они же помогут разобраться в неназначных ситуациях, если, конечно же, такие возникнут. А сама сессия проходит по встроенной видеосвязи на сайте сервиса. Проходить консультации можно прямо через телефон или компьютер, где угодно и когда угодно. Общение с психологом это очень важный тонкий процесс и посему сервис Ясно сможет помочь и оказать поддержку. По промокоду кабинет вы получите 20% скидку при регистрации на первую сессию. Переходите по ссылке в описании, ознакомьтесь со всем подробнее. Ну а мы продолжаем. Николай Васильевич Гоголь родился в Полтавской губернии в семье небогатых помещиков. Ранние годы, а потом и каникулы он проводил в деревне у родителей. Часто мемуаристы ищут в детстве человека причины его дальнейшей судьбы. Не всегда это бывает оправдано, но в случае с Гоголем колорит жизни украинских крестьян и казаков сильно впечатлил мальчика и стал главным вдохновителем его ранних произведений. В гимназии Гоголь учился плохо и был хорош только в русской словесности и рисовании. И как и многие в то время фанател по романтической литературе. А еще он, как и любой подросток-романтик, писал стихи. В 19 лет Гоголь переехал в Петербург. Не за тем, чтобы стать великим писателем, а чтобы устроиться куда-нибудь простым мелким чиновником. Уже тогда у него было достаточно странностей. Вот, например, как он видел свой жизненный путь на случай, если с карьерой чиновника ничего не получится. Вы еще не знаете всех моих достоинств. Я знаю кое-какие ремесла. Хороший портной, недурно раскрашиваю стены алфрескою, живописью, работаю на кухне и много кое-чего уже разумею из поваренного искусства. Вы думаете, что я шучу? Спросите у маменьки. Согласитесь, чем-то похоже на резюме типичного выпускника творческого вуза. Жизнь в столице оказалась намного дороже, чем он предполагал. Так что его постоянно преследовала нужда в деньгах. Но про литературу он никогда не забывал и даже опубликовал сборник стихов под названием Ганс Кюхельгартен. Не под своим настоящим именем, а под псевдонимом Алов. Такой прям супер банальный романтический никнейм. Историк из современника Гоголя Павел Аненков описывал такой случай. Однажды молодой поэт пришел в гости аж к самому Пушкину, чтобы дать почитать свои стихи. Это как начинающая рэперы заваливают своими демками уже состоявшихся исполнителей. Так вот, на вопрос Гоголя, дума ли хозяин, он услышал ответ слуги, что хозяин почивает. Гоголь расстроился и уточнил, верно всю ночь работал. Как же работал, воскликнул слуга. В картишке играл. Вероятно, для ментального здоровья Гоголя было хорошо, что Пушкин так и не увидел его стихи. Наивные романтические сочинения разнесли критики. Сразу после этого Гоголь обошел все книжные лавки Петербурга, выкупил все экземпляры и сжег их. Так впервые появилась страсть Гоголя к сжиганию собственных работ и навсегда умерло желание стать поэтом. Он переключился на прозу. Еще во время подготовки к публикации сборника стихов Гоголь начал вести книгу, которую сам называл «Книгой всякой всячины». Там он делал заметки о быте, языке, преданиях малоросов. Тогда Малороссии назывались земли, которые были изначально Киевской Русью. Понятно, что сегодня такое название не используется и даже оскорбительно для всех украинцев. Но Гоголь в письмах регулярно сам себя так называл, без намека на какую-либо иронию. На всякий случай еще раз подчеркну, я не пытаюсь никого оскорбить и считаю, что название Малороссия некорректное. Но считаю важным видео про Гоголя. Все-таки использовать это слово, аутентичное для самого писателя. Короче, для книги «Всякой всячины» Николай Васильевич просит матери родных присылать ему письма с подробным описанием обычаев, нравов, нарядов и другого этнографического материала о малороссах украинцах. Почему Гоголь серьезно заинтересовался этой темой именно сейчас, когда уже несколько лет жил в Петербурге? Дело опять же в личности Николая Васильевича и пути писателя-романтика. Романтизм высоко ценил творческую индивидуальность и налет чего-то странного, неземного, удивительного. Романтики критиковали действительность с ее жизненным принципом здесь и сейчас и хотели сбежать от нее куда-то подальше. Обычно в прошлое, в какой-нибудь золотой век благородных рыцарей, но вообще годилось любое загадочное место. И Украина отлично подходила на роль такого рода экзотики для столичной петербургской публики. Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии, как томительно жарки эти часы, когда полдень блещет тишине и зное, и голубой неизмеримый океан с ладострастным куполом, нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих. На нем не облако, в поле не речи, все как будто умерло, вверху только в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю. Да, изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят под облачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеянными статными подсолнечниками. Серая стога сена, золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Он пишет сборник «Вечера на хуторе Близдиканьки» и буквально выбивает с ноги дверь в мир большой литературы. Вот вам, к примеру, отзыв Пушкина. Сейчас прочел «Вечера Близдиканьки», они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности, а местами какая поэзия. Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. «Вечера» написаны на русском языке, но отлично передают мелодичность и живость украинской речи. А Гоголь-писатель открывается нам как человек, полный юношеского задора, юмора и надежды. Наиболее известной повестью стала «Ночь перед Рождеством». Наверняка многие из вас ее читали или хотя бы смотрели прекрасный фильм Александра Роу. Сюжет крутится вокруг кузнеца Вакулы, который пытается выполнить желание своей возлюбленной и достать ей черевички, как у императрицы. Для этого Вакула ловит черта, седлает его и отправляется на нем в Петербург. Удивительно, и что главное, оптимистическая сказка. Рождество в эпоху Гоголя — это не веселый праздник с Дедом Морозом и салютами, это мистическое время, когда реальный мир соединяется со сверхъестественным и появляется черт, чтобы испортить людям веселье. Но обратите внимание, что черт здесь — это не слуга сатаны и нехтоническое зло. Гоголь показывает его как безобидного хулигана и мелкого проказника. Ему можно пригрозить кулаком или крестом, и он тут же сбежит. В ночи перед Рождеством Гоголь необычно раскрывает амбивалентность мира, где нет классической борьбы добры со злом. Мать Вакулы тут вроде как ведьма, но при этом не совершает плохих поступков и даже ходит в церковь, а у священников есть свои грехи. Мир изображается как реалистичной, но при этом пронизанной мистикой, и его обитатели принимают эту мистику как нечто вполне обыденное. Например, в самом начале повести черт похищает Луну, но жителям хутора это приносит лишь мелкие неудобства, никакой трагедии. Все это создает очень странную вселенную, которая с одной стороны выглядит как наша, но при этом какая-то уж слишком сказочная, наивная, честная. Это самое позитивное произведение Гоголя. Дальше его творения будут все мрачнее и мрачнее. Позже Николай Васильевич написал второй сборник «Миргород». Тоже на украинскую тематику, но серьезнее и трагичнее. Он стал переходным звеном к будущим петербургским повестям, типа шинели. В Миргороде добрая романтическая сказка отходит на второй план и появляется набирающая силы натурализм. Самая известная повесть отсюда это, конечно же, Ви. Нарратив тут строится иначе, чем в Диканьке. Больше нет дружелюбного рассказчика, который преподносит историю так, будто травить деревенскую байку. Когда ты не понимаешь, где правда, а где вымысел, Ви в этом плане сразу демонстрирует, что тут вам не дурацкая сказка. Все серьезно, несмотря на похожий мистический антураж, философ-семинарист Хама Брут возвращается домой на каникулы. По дороге заходит в деревню, где его околдовывает старуха-ведьма. Хама снимает заклятие с помощью молитв и убивает ее поленом, а та на его глазах из мерзкой старухи превращается в прекрасную панночку. На этом испытания для молодого философа не закончились. Его позвали отпеть недавно умершую девушку, в которой он к своему ужасу узнал недавно убитую им ведьму. Ночью панночка оживает и начинает искать своего убийцу, но Хама прячется внутри заколдованного круга. Три ночи Хама читал молитвы, пока наконец панночка не призвала на помощь всю нежить, включая великого Вия, страшного чудовища с закрытыми глазами. Помните фразу «поднимите мне веки»? Вот это отсюда. Хама понимает, что ему нельзя смотреть на Вия, но в конце концов все-таки оглядывается и гибнет. Трагический хоррор, никакого хэппи-энда. Это своего рода битва двух миров, христианства и магии. Причем магия в Вии сильнее и опаснее, чем в Диканьке. Конечно, у нее тоже есть свои слабые стороны, как у любой нечистой силы, нечесть пугается, к примеру, утреннего крика петуха, но все же в этой битве проигрывает именно религия. Гоголь показывает, что в людях недостаточно веры, чтобы сопротивляться чему-то потустороннему. Даже молодым семинаристам это не под силу. Гоголь от романтика, идеализирующего жизнь, встает на тропу сурового реализма, который присущ его поздним работам. Вспомните еще Тараса Бульбу. Это повесть из этого же сборника, но совсем другая. Вообще без намека на мистику. В ней Гоголь поднимает вопросы морального выбора между семьей, долгом, любовью. И вопросы эти далеко не так однозначны. Каждый герой отвечает на них по-своему, и каждому приходится сталкиваться с тяжелыми последствиями своего выбора. Второй сборник закрепил успех Гоголя. Его знает великий Пушкин, его хвалит главный литературный критик эпохи Белинский, но сам Гоголь становится мрачнее и отчего-то депрессивнее. Для того, чтобы подробнее рассказать о его жизни в этот период, я бы хотел пригласить Руслана замечательного исторического канала «Заяц». Привет! Большое спасибо за приглашение. Итак, с чего бы начать? В общем, в начале 30-х годов Гоголь еще не задумывался всерьез о карьере писателя и рассчитывал стать университетским преподавателем, учить студентов истории. Он устроился работать в два вуза – Петербургский университет и Патриотический институт. Гоголь был уверен, что нашел свое призвание, но на деле все выглядело не так хорошо. Он пропускал занятия, часто болел, студенты скучали на лекциях. В конце концов, академический мир выкинул Гоголя сразу с двух мест работы. В Петербургском университете Гоголь сам не захотел получать степень доктора философии, чтобы остаться, а из Патриотического института его уволили с формулировкой «Будучи одержим болезнью, может пробыть в отпуске весьма долгое время» и тем поставить институт в затруднении. И это, кстати, была чистая правда. Гоголь никогда не скрывал своих болячек и, кажется, даже гордился ими. А иногда и придумывал. Так однажды и в разговоре с поэтом Николаем Языковым, он заявил, что его осматривали лучшие французские врачи и обнаружили, что желудок у него вверх ногами, что бы это ни значило. И за какие менее деньги нельзя приобрести такого желудка? Но Гоголь не только жаловался и бесконечно ходил по врачам, но и увлеченно пытался заниматься самолечением. Он мог послать служанку в поле, нарвать какую-нибудь травы, название которой придумал на ходу. А потом из этого варил себе якобы целебные настойки. В быту великий писатель тоже вел себя довольно капризно. Например, регулярно сбегал из дома, чтобы не встречаться с литератором Дмитрием Княжевичем, даже если заранее договаривался о встрече. А вот описание случая, как Гоголь пытался попить чай в гостях. Он капризничал неимоверно, приказывая по нескольку раз то приносить, то уносить какой-нибудь стакан чая, который никак не могли ему налить по вкусу. Чай оказывается то слишком горячим, то крепким, то чересчур разбавленным, то стакан был слишком полон, то напротив Гоголя сердила, что налито слишком мало. Одним словом, присутствующим становилось неловко. Им только оставалось девица, терпению хозяев и крайней неделикатности гостя. Но есть и более надежный источник, чем мемуары, написанные спустя 15 лет после событий. Это дневники. Так, ученый Осип Бадянский записал, что Гоголь сам рассказывал ему, как Пушкину пришла в голову идея ревизора. По словам Пушкина, это была реальная история, которая случилась с издателем журнала «Отечественные записки» Павлом Свиньиновым. Якобы в одном уездном городе его и в самом деле приняли за ревизора из Петербурга. У Пушкина в бумагах тоже есть упоминание о свиньинове, как о персонаже некой повести, которую он так и не доработал. Исследователи полагают, что речь идет о наброске к ревизору. То есть получается, что Пушкин сам хотел написать эту историю. Но потом то ли уступил сюжет Гоголю, то ли Гоголь без спроса позаимствовал идею. Что касается самого Гоголя, то он остался разочарован. Актеры играли так, будто ставили самую обычную, водивильную комедию и начисто игнорировали намеки на политическую статиру. Он еще долго дорабатывал ревизора. Тот вариант, который мы сегодня можем прочесть в собрании сочинений писателя, появился только через 8 лет. Хотя мастер литературной критики Белинский с самого начала расхваливал пьесу на каждом шагу. В ревизора нет лучших сцен, потому что нет худших. Но все превосходно, как необходимые части, художественно образующие собой единое целое. Приходит неистовое желание превратиться в один нос, у которого бы ноздри были в добрые ведра. Так он описывал якобы лечебный для него итальянский воздух. Кстати, в Италии писатель изменил имидж. Именно там появилась его знаменитая каре и усики, с которыми его изображают на всех портретах. А свидетельств о страсти Гоголя к спагетти и равиоле дошло до нас просто море. И он их любил не только есть, но и готовить. А еще, думаю, вы наверняка хотели спросить, какое отношение Гоголь имеет к напитку Гоголь-моголь. В целом, никакого. Судя по рассказам знакомых писателя, он любил приговаривать, Гоголь любит Гоголь-моголь, но приготовил его по какому-то своему особому рецепту из козьего молока с ромом. Но кроме болезней тела, была у Гоголя еще одна. Он очень сложно переживал критику. Это чуть ли не погубило его знаменитую комедию «Ревизор». Хотя, прежде чем я дойду до критики, давайте расскажу про историю создания этой пьесы. Тут нас ждет настоящий литературоведческий детектив. Все началось в 1835 году с шутливого письма Гоголя Пушкину. «Сделайте милость, дайте сюжет. Духом будет комедия из пяти актов. И, клянусь, будет смешнее черта». То есть Гоголь буквально попросил великого поэта помочь ему с сюжетом. Что конкретно ответил Пушкин, неизвестно. Письмо не сохранилось. Но еще за год до этого в дневнике поэта есть упоминание, что Гоголь, по его совету, начал работать над историей критики русской жизни. По описанию, похоже на «Ревизора». Но никаких иных указаний на это нет. Через 15 лет мемуарист Анненко в 1850-м писал, что он на 100% уверен, что Пушкин подарил сюжет «Ревизора» Гоголю. И якобы в кругу друзей однажды сказал «С этим малоросом надо быть осторожнее. Он оббирает меня так, что кричать нельзя». Думаю, сюжет пьесы всем знаком со школы. Чиновники маленького городка водят хороводы вокруг липового чиновника. А тот пользуется ситуацией и кайфует за чужой счет. В основе пьесы извечные проблемы русской бюрократии. Взятки, глупость и бездеятельность. Когда Гоголь впервые прочитал «Ревизора» Жуковскому и Пушкину, они хохотали до слез. Но по замыслу Гоголя это была не просто веселая комедия положений, а настоящая политическая сатира. И это чуть было не погубило пьесу. «Ревизора» не спешили ставить на сцене. Текст не пропускала цензура. Неизвестно, чем бы закончилось дело и в какую бы депрессию отправился Гоголь, но тут вмешался Жуковский. Он лично прочитал пьесу императору Николаю. И Николай на удивление дал добро, хотя цензура при нем была невероятно жесткой. Премьера состоялась в 1836 году и сразу на сцене главного петербургского театра Александрийского. Зрители разделились на два лагеря. Первые заявляли, что это все ложь, неправда и у нас в стране такого нет. А вторые были в восторге. Император, кстати, тоже был на премьере. Вот его отзыв. Ну и пьеска. Всем досталось, а мне больше всех. После премьеры «Ревизора» показали в Малом театре в Москве. Из-за одобрения самим императором чиновников всех мастей загоняли в театр чуть ли не насильно. Многим это не нравилось. Но и согласитесь, мало приятного, когда тебя заставляют смотреть спектакль, где тебя же и критикуют. Естественно, что многие в ответ начали обвинять Гоголя в искажении действительности. Обвинять долго и много. Фактически ему устроили травлю. Гоголь тяжело переживал и в итоге решил уехать за границу, поправить физическое и ментальное здоровье. Он устроил себе полномасштабное путешествие. Германия, Швейцария, Франция, Австрия. Но больше всего в душу ему запала Италия. В середине 19 века Италия это один из европейских центров культурной жизни. Выпускники императорской академии художества отправлялись в Италию на стажировку. Все литераторы съезжались в местные салоны. К тому же романтический уклад города с древнейшей культурой сильно контрастировал с холодной и мрачной столицей России. Для Гоголя здесь был его собственный рай на земле. Несмотря на то, что в Италии он чувствовал себя явно лучше, но эпохондрия периодически давала о себе знать. Приятелям Гоголь регулярно жаловался на больной желудок, отсутствие аппетита. Он уверял, что сидит на какой-то специальной голодной диете. Ту же самую историю писатель рассказывал ученому Михаилу Погодину, когда тот приехал в Рим. Тот забеспокоился о здоровье Гоголя и поделился своими опасениями с художником Бруни. Но Бруни в ответ только рассмеялся и пригласил Погодина вечером в ресторан, оценить, так сказать, самочувствие русского классика. И тут они увидели, как Гоголь пришел отобедать. Взбудораженный Николай Васильевич заказывал макароны, сыры, горчицу, уксус. Погодин писал, что никогда не видел у него такого сияющего лица. Гоголь поднимает крышечку, а на него валит ароматный пар от макарон. Он бросает туда масло, расставляет вокруг себя склянки с соусами, в общем сидит, уплетает за четверых. И вот в разгар пиршества приятели окружают этого больного человека с желудком вверх ногами и весело интересуются. Неужели болезнь наконец-то прошла? На что очень смущенный Гоголь ответил, что это так, баловство, чтобы попытаться разжечь аппетит. А на самом деле он никакого удовольствия от еды не получает. На этом чудачества Гоголя не заканчивались, но о них я предлагаю рассказать уже Артему. Тем более, что дальше у Гоголя наступает чуть ли не главный период в творчестве. Итак, кроме вкусной еды Гоголь стал еще большим любителем кройки и шитья. Мог даже носки на зиму связать. Вот воспоминания сына Погодина. Странно было видеть нам, детям, что гениальный русский писатель, каким считали у нас в доме Гоголя, мог проводить завязанием по целым утром на спицах разных шестяных вещиц. Как то, ермолок, шарфиков и других безделушек. Или же вырезанием из древесных сучьев дудочек. У меня долго хранилась подаренная мне дудочка, но когда я однажды попросил его связать мне шестяные чулки, он рассердился и надрал мне уши. Или вот Гоголь художник. Рисовать он начинал еще в детстве, а потом в свободное время посещал Академию художеств Петербурга как вальнослушатель. Авторские рисунки Гоголя были неумелыми, как и его стихи, но он обожал тусоваться с художниками и любил живопись. Не зря основным кругом общения в Риме у него были не писатели, а именно художники. А знаете ли вы картину «Явление Христа народу» Александра Иванова? Точно знаете. Но вот чего могли не знать, так это то, что там есть Гоголь. Вот он в красной хламиде, ближайшая фигура к Иисусу. Дело в том, что Иванов и Гоголь не просто дружили. Художник буквально боготворил писателя. Он часто обсуждал с ним картину и персонажей и решил таким образом выразить ему свое уважение. Весть о смерти Пушкина на дуэли Гоголь узнал как раз то же время. В то время Николай Васильевич уже работал, вероятно, над самым главным своим произведением «Мертвыми душами». Со смертью друга, покровителя и наставника для Гоголя эта история стала еще более личной, потому что Пушкин и в этот раз подсказывал ему сюжет. Сохранились письма, как Гоголь писал Пушкину о прогрессе работы. Известно, что Пушкин слушал чтение первых глав. Вообще, «Мертвые души» по всем правилам и законам литературы это роман. Но Гоголь настаивал, что это поэма и кто я такой, чтобы спорить с классиком. Короче, сюжет строится вокруг мошенника Павла Чичикова, который приезжает в город Энн, чтобы купить у местных помещиков крестьян, которые уже умерли, но под документами еще числятся живыми. Профит для Чичикова очевиден. Он собирается использовать якобы живых крестьян как залог, чтобы получить деньги. В финале поэмы слухи о Чичикове распространяются по городу и он вынужден спешно бежать. Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Куда же несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванной в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земле и, касаясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. В школе финал мертвых душ интерпретируется практически однозначно. Либо это надежда на духовное перерождение страны, либо демонстрацию морального превосходства над другими государствами. Хотя о каком превосходстве и возрождении можно говорить, когда в упряжке сидит мошенник Чичиков, а управляет ей кучер-пьяница. Да и другие народы уступают дорогу не потому, что чувствуют превосходство, а просто не хотят, чтобы их задела эта безумная повозка. Так что здесь Гоголь вовсе не включает имперский шовинизм, что было бы странно ожидать от автора ревизора, а в очередной раз указывает на пороки общества, пороки государства, которое летит непонятно куда без плана и цели. Название Гоголь тоже выбрал не случайно. С одной стороны душа это типичное обозначение крестьян среди помещиков, а с другой это нечто высшее и бессмертное, но Гоголь сознательно называют их мертвыми. Эти души лишь инструмент в руках беспрецепного Чичикова, так и кто здесь по-настоящему мертв? Алчность героев книги показана не как повод для шуток, а как трупный яд, отравляющий город до самого основания. Гоголь задумывал сделать из этого произведения своеобразный омаж божественной комедии. Предполагалось, что первый том будет адом, второй чистилищем, а третий – раем. Круги ада заменены здесь на кольцевую композицию, и как у Данте, чем ниже в ад, тем хуже наказание. Помещики, с которыми знакомец и Чичиков, преподнесены в порядке убывания от самых живых до стопроцентных мертвых душ. Мертвые души – это одно из немногих произведений в мировой литературе, где анализировать можно каждый диалог, каждый абзац и уж точно каждое авторское отступление. Это Библия русской жизни, от якобы загадочной русской души до устройства государственной машины. История публикации мертвых душ прошла собственные круги цензурного ада. Но все-таки поэма была напечатана. Гоголь вернулся из Италии двумя годами ранее и привез с собой не только черновики мертвых душ, но и самую знаменитую повесть петербургского сборника. В общем, я не могу быть и стороной из шинели. На первый взгляд, это совершенно проходящая вещь. Тут нет философских размышлений, метафор о судьбах России, к примеру. Нет вопросов жизни и смерти, которые стоят перед героем, зато тут есть нечто другое. Мелкий чиновник Акаки Акакиевич много лет откладывает деньги, лишь бы купить новенькую шинель. Он буквально живет только этой мыслью. Из какой ткани она будет и с какими пуговицами. Но когда он наконец-то исполняет свою мечту, шинель тут же крадут. С горя Акаки Акакиевич заболевает и умирает, а его призрак пугает людей на улице и отбирает шинели. Знаковость этой простой, простенькой повести в том, что впервые в истории русской литературы поднимается проблема маленького человека. Человека без власти и способности, который не влияет ни на чьи судьбы, кроме своей. Здесь Гоголь крайне трепетно относится и к деталям. Когда главный герой появился на свет, его нарекли Акаки, младенец издал первый крик, как бы осознавая свою безрадостную судьбу. Акаки из греческого значит кроткий, смиренный. А Акаки Акакиевич это смирение в квадрате. Младенческий крик лишил его надежды на счастливую жизнь. Второй крик он издал, когда у него украли шинель и тем самым лишили единственной мечты. Ну а третий крик он издает, умирая, в этот раз лишаясь жизни. В шинели Гоголь в очередной раз показывает проблемы социального неравенства. Но не прямым текстом и не через юмор. А на примере одной трагической судьбы, когда человеку для счастья была нужна сущая мелочь, но ее у него отобрали. В цикл петербургских повестей также вошли Нос, Невский проспект, портрет. Произведения ничуть не хуже, но в них сюжет строится вокруг прям хорошей такой Стивен Кинговской мистики. Начинается последний этап в жизни и творчестве писателя. Внутренние тревоги, критика и цензура вновь заставляют Гоголя покинуть страну. Путешествие. В нем зреет религиозно-мистическое представление о самом себе. С одной стороны, он видит свою роль как провидца, способного обнажать проблемы современности, и с этим, надо сказать, он справлялся прекрасно, а с другой, невозможно облачить действительность, если сам несовершенен. В нем боролись две противоположности. Понимание собственного таланта и уничижительная самокритика. В таких вот бесконечных самокопаниях Гоголь приступает к работе над вторым томом мертвых душ, но ничего не выходит. В отчаянии Гоголь пишет завещание и в 1845 году сжигает черновик второго тома. Первый, но не последний раз. Итогом этого кризиса стало его желание уйти в монастырь. Но потом он передумал и решил, что теперь у него новая миссия – нести в мир разумное, доброе, вечное, без сатиры и критики. Гоголь опубликовал сборник «Выбранные места из переписки с друзьями». Здесь уже нет его обычного юмора, этот пульбистический сборник был зеркалом гоголевского состояния и мира, который он видел. Вот как сам он его описал. «Это будет небольшое произведение и не шумное по названию. В отношении к нынешнему свету, но нужное для многих и которое доставит мне в избытке деньги, потребные для пути». О каком пути писал Гоголь? Он задумывал новое путешествие, но на этот раз не в Италию с целебным воздухом и макаронами, а в святую землю. В 1848 году Николай Васильевич отправляется к гробу Господня. В этом плане он был далеко не одинок. «Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте так удобном для моления и так располагающим молиться. Молиться же, собственно, я не успел, да и не умел, так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось так быстро, что самые крылатые моления не всегло были угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из вертепа для преобращения меня недостойного». В общем, Иерусалим не оправдал ожиданий Гоголя, и это неудивительно. Представления о святой земле у него были сформированы по Библии, религиозным текстам, а реальность выглядела не так эпично и сказочно. Уж кому, как ни Гоголю, об этом знать? В России он вернулся крайне растерянным. Гоголь вновь взялся за второй роман «Мертвых душ» и вновь с плачевным результатом. Он читал отрывки близким, но работа стояла на месте, писатель постоянно редактировал черновики и все больше уходил в религию, борьба литератора и христианина набирала в нем обороты и в конечном счете победила христианство. Будто Гоголь оказался на месте хамы Брулта из Вия, но решил не повторять его печальную судьбу в борьбе с потусторонним миром. Николай Васильевич начал регулярно готовиться к причастию, сутками читать молитвы, держать пост. Все это было на грани одержимости. Вдобавок, он утверждал, что слышал какие-то голоса, словно и вправду начал превращаться в одного из своих персонажей. Часть Гоголя-писателя сопротивлялась. Он захотел найти поддержку среди новых знакомых из церковного мира и дал почитать рукопись про Теорею Матфею. Но какую поддержку мог писателю оказать священник-консерватор? Он призвал его отречься от Пушкина, убрать несколько глав, а еще лучше сжечь их. Все это только усиливало душевный надлом автора. С 5 февраля 1852 года, сразу после разговора с Патеореем, Гоголь перестает есть. Он предпринимает попытку передать портфель с рукописи ментсохранения графу Толстому, не Льву Николаевичу, а другому, Александру. Этот Толстой не был никак связан с миром литературы, а Гоголь у него просто жил. Граф рукопись не возьмет. В ночь с 11 на 12 февраля Гоголь вызовет к себе слугу и попросит в своей комнате открыть дверцу в печи. Утром писатель, как после аффекта, будет доказывать Толстому, что не хотел сжечь второй том. Это получилось случайно, наверное, из-за проклятия злого духа. Состояние писателя с каждым днем становилось хуже и хуже. Он по-прежнему отказывался есть, уговоры не помогали. 18 февраля лег в постель. Кажется, он сам понимал, что умирает, но ничего с этим делать не собирался. А утром 21-го скончался от истощения. Но не зря Гоголь считается первым мистическим писателем в России. Потому что с его смертью загадки вокруг его фигуры не закончились. Первая из них – а действительно ли Николай Васильевич случайно жег второй том «Мертвых душ»? До наших дней дошло семь глав из черновиков. Наиболее популярная версия основана на заявлении Толстого и его друга Погодина. Это та самая, которую я рассказывал чуть раньше. Трогательная история про душевные метания страдающего писателя, который не понимал, что делает. Но давайте не будем забывать и то, что Гоголь – талантливый поджигатель собственных произведений. Он жег поэтический сборник, кинул в огонь другую рукопись только потому, что Жуковский задремал во время чтения. До этого доставалось и мертвым душам. Гоголь сжигал черновики дважды. Даже в своей последней изданной работе Гоголь писал, если б можно было воротить назад сказанное, я жег бы уничтожил свою переписку с друзьями. Так что особо нет оснований считать, будто Гоголь не понимал, что делает. Скорее всего, прекрасно он все понимал. Еще одна легенда о Гоголе связана тем, что он боялся быть похороненным заживо. Это правда. Помните, я говорю, что у него было даже завещание? Так он прямо писал, чтобы его не предавали земле, пока тело не проявит признаки разложения. Объяснял он это тем, что временами здоровье его так слабо, что тело не подает признаков жизни. Это, конечно, полная чушь и очередное проявление ипохондрии писателя, но факт в том, что у Гоголя действительно был этот страх. Правда, современная легенда о похороненном заживе классике русской литературы берет свое начало только в 1931, спустя 80 лет после смерти автора. Тогда в СССР решили перезахоронить прах писателя. При эксгумации присутствовал Владимир Лидин, он создал сразу две версии. Первая, когда гроб вскрыли, Гоголь лежал в неестественной позе, а голова его была повернута. Эта версия дошла до нас только в форме устных пересказов от студентов Лидина. Вторую же версию он записал лично, но только через 15 лет после перезахоронения. Якобы при вскрытии гроба там не было черепа. Обе версии выглядят крайне сомнительно. Смерть Гоголя зафиксировали консилиум врачей и хоронили его всего целиком, вместе с головой. Таким же был этот странный писатель, который создал множество совершенно не похожих друг на друга произведений. Николай Васильевич не участвовал в войнах, не был в плену, не отличался широкой популярностью у девиц и не любил шумные пьянки. Его жизнь иная. Гоголь был страшным индивидуалистом, и это проявлялось не только в корешке, необычном хобби типа вязания носков, но и в творчестве. Именно Гоголь-созидатель открыл для русского сознания украинскую культуру. От вышиванок и борщады, колядок и трагедии целого народа. А Гоголь-критик еще 200 лет назад показывал проблемы императорской России, коррупция, бесправное крестьянство и умирание человеческой души. Спустя два века мы видим такие же пороки государства и людей. В этом и есть его великая сила, сила настоящего классика. Как бы не пытались учителя литературы загнать его в скучные рамки школьного учебника.